4 апреля в эфире российского телеканала «Звезды». Да, российские пропагандисты обсуждали возможную реакцию на убийство в Санкт-Петербурге российского пропагандиста Владлена Татарского, которого зовут на самом деле, звали, простите, Максим Фомин. В том числе звучала идея убить в ответ украинского журналиста, основателя интернет-издания «Гордон», моего собеседника и моего друга Дмитрия Гордона. Запись программы опубликована в Ютьюбе. Значит, вопрос был такой озвучен. Почему за Владлена нет вот такой прямой зеркальной мести? Ну, 10 Гордонов, условно. Я объясню, потому что заметки про 10 Гордонов будут видеть и будут висеть на всех полосах западных СМИ. Конец цитаты. Дмитрий Ильич, с одной стороны, неприятно, безусловно. Не хочется обсуждать тему. Но, с другой стороны, значит, боятся, уважают и не просто так вспоминают в своих пропагандистских эфирах. Я комментарий видел, мэм, когда они сказали, что надо убить 10 Гордонов за татарского. Комментарий. Александр Гордон в Москве очень напрягся сильно. Да, смешно. Что вы ответите этим пропагандистам? Слушайте, ну, у них истерика. У них у всех уже истерика. Они понимают, понимаете, мне легко. Вот легче не бывает. Когда ты уверен в правоте своего дела, когда у тебя есть правда, когда ты не получаешь за это деньги, мне никто не платит за мои выступления, за мою ежедневную работу, в результате которой в России меня хотят и убить. И, слушайте, они, я напомню, уголовное дело по трем или четырем статьям внесли в список террористов, в реестр террористов и экстремистов внесли. Значит, осудили, арестовали заочно и объявили в международный розыск. И еще назвали иноагентом. То есть, вот мне легко, я абсолютно уверен в своей правоте, я прав абсолютно. Я сражаюсь за свою страну, за свою землю. Они на нас напали. Моя правда железобетонная. А у них правды нет. У них есть огромные деньги, которые они получают за свой патриотизм. У них есть их патриотический угар. И, конечно, они понимают, что дело плохо. Ну, там же не идиоты в основном среди этих пропагандистов, да? Они понимают, что дело плохо. Посмотрите, как себя ведет Скобеева. Как сильно похудел Соловьев. На нем лица нет. Обратите внимание, он же был такой жиропой свинкой в свое время. Посмотрите, на нем нет лица. У него впали щеки, он осунулся сильно. Почему? Как вы думаете, от диеты? Нет. Нет. Он лежит, он заснуть не может. Он понимает, что рано или поздно за ним бредут. Шарит. Ой, я вам сейчас прочитаю. Сейчас я найду. Одну секундочку. Шарит. Вспомнил Шария. К чему бы это? Какая примета, скажите, если вспомнишь Шария? Это к чему? Не знаете? Сейчас. Шарит. Нет, я не знаю. Не знаете? Шарит. Он очень талантливый человек. Я это всегда говорил. Он талантливый безмерно. Но он подонок. Он агент России. Я о том, что он агент России, я сказал в 2016 или 2017 году. Ох, с ним истерика была тогда, я помню. Он вообще, он истеричка такая. Он девочка. По натуре своей он такая девочка истеричная. Сейчас немножко сексизма добавил Дмитрий Гордон в наш эфир. Нет, но он не похож на мальчика, он похож на девочку. Давайте так скажем, что истеричность – это не склонность какого-то пола, женского или мужского. Истерички бывают и мужчины, и женщины. Василий, хорошо, я принимаю вашу логику, но у меня есть своя. Моя логика заключается в том, что истеричными больше бывают женщины, чем мужчины. Поэтому он в своих истериках больше для меня похож на женщину. Я его биографию очень тщательно изучал в свое время. Вы знаете, что он игроман, что он доигрался однажды до того, что просто приставил пистолет к виску и нажал на курок. Но сработала русская рулетка. Русская по отношению к нему – это очень правильное слово. И там не было патрона именно, когда он нажал на курок. И он не застрелился. Но он уже заканчивал жизнью. То есть чистый истероидный тип такой. Да, так вот, Анатолий Шарий. Вот он пишет. Мне прислал мой товарищ, он за границей живет, и почитывает Шария. Правильно делает. Надо знать своих врагов в лицо. Дмитрий Гордон моментально обозвал меня кремлевским пропагандистом. Этот кремлевский пропагандист, который не обещал резать русских, как вы. Я не обещал резать русских никогда. Моментально осудил вторжение. Практически без перерыва ввел эфиры, на которых люди узнавали, что происходит. Искали близких. Помогали спасать заваленных. Передавали людям L-тироксин, инсулин, детские памперсы, воду. Дальше он пишет про меня. Вы бежали в женском платье, как позорная трусливая крыса. Это очень смешно. Да. А кремлевский пропагандист, это он про себя, делал все, чтобы спаслось как можно больше людей. И спаслось ведь. Так что вы про кремлевского пропагандиста расскажите тому, у кого интернета нет. Или мозга. По сути, подписчикам вашим можете. Они под вторую категорию подпадают вполне, наверное. Раз еще не поняли, кто вы. Истерика у парня, потому что парень обложен. Парень понимает, что государство Украина знает, где он. Он в Испании находится под домашним арестом, насколько я понимаю. Он заявлен на экстрадицию. И государство Украина, спецслужбы, конечно, его не оставят прозябать где-то и вернут на родину. И будут судить. Потому что эта скотина является одним из кремлевских пропагандистов. Это русская, чисто русская, не просто консерва. Он не был никогда консерван. Он был активным пропагандистом русского мира, Путина и России. Он сейчас рассказывает, что он вел стримы в первые дни войны. Конечно, он рассчитывал первым сообщить о том, что российские войска в Киев вошли. Мы знаем эти стримы. Вот уроды. Уроды редкостные. Они думают, что они непонятны кому-то. Или еще остались люди, которые не понимают, кто это. Ты сиди под кроватью, забейся туда. И думай о том, как ты на суде будешь... Струй речь свою, выстраивай. Думай о том, как ты на суде будешь отвечать за то, что ты, будучи купленным путинским режимом, вел борьбу против своей бывшей родины. Кстати, в Москве он расхаживал по Красной площади. Когда? Перед вторжением прямо. Наверное, поехал на инструктаж к хозяину. Вот уроды. Вообще капец, конечно. Я без смеха не могу наблюдать за ними. Редактор субтитров А.Семкин